Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий, я автор проекта SkyPro Programmer. Сегодня я расскажу, как работать с прошивкой электронных модулей серии Arcadia 3, используя программное обеспечение SkyPro Programmer. В этом видео мы выполним следующие операции. Считаем прошивку с модуля, просмотрим статистику возникавших ошибок, если они, конечно, возникали и сохранились в памяти. Узнаем, исправно ли контрольная сумма. Как известно, это важнейший параметр прошивки. Затем перепрограммируем электронный модуль новой прошивкой. При этом прошивку возьмем из встроенной в программу базы данных. Для работы нам потребуется, собственно, сам модуль. Вот он, электронный модуль. Крышку я, пожалуй, уберу, чтобы она не мешалась. Ну и также нам потребуется программное обеспечение SkyPro Programmer. Вот она, открытая в мониторе. Далее, чтобы связать электронный модуль с программой SkyPro Programmer, нам потребуется также компьютер на операционной системе Windows, не ниже XP. В моем случае это 64-битовая Windows 7. И потребуется устройство программатора, чтобы связать электронный модуль, подключить его непосредственно к компьютеру. Сейчас я в руках держу вот такое устройство. Это называется сервисный ключ Bluetooth от компании Indesit. Или Merulone ключ, кто как его любит больше называть. Стоит это устройство недешево, порядка 12-14 тысяч рублей. Несмотря где покупать и заказывать. Так вот, нам оно сегодня не потребуется. Напротив, я писал свою программу для того, чтобы отвязать электронный модуль Аркадии от дорогостоящего вот этого ключа. И можно было работать с ним в плане считывания и записывания прошивки. Очень дешевыми средствами. Вот такое вот изделие. Это изделие на микросхеме FT-232. Практически готовый вариант уже продается на сайте Алиэкспресс. Стоит одна штучка 150 рублей. Как видите, это очень-очень недорого. Это даже с учетом доставки в Российскую Федерацию. Приходит она уже почти готовая. Нужно только немножко доработать, сделать буквально три действия. Подробная инструкция пошаговая с картинками имеется на сайте моей программы. Посмотрите, пожалуйста, найдите. Вот. И также нам потребуется адаптер-переходник для соединения программатора и электронного модуля. Тоже сделать его легко, самостоятельно. Однако для тех, кто не хочет ничего делать, заморачиваться, дорабатывать самостоятельно эти передадаптеры, все это можно купить уже готовые, проверенные на сайте моей программы. skyproc.net Заходите, пожалуйста, смотрите. Вкладка «Заказы». Там можно выбрать «Заказать». Все уже, как я говорю, готовые, проверенные. По поводу заказа же вот этих вот штук на Алиэкспрессе, я рекомендую заказывать их несколько штук, 4-5 примерно, и у разных продавцов, потому что достаточно много брака. Чтобы вам потом не думать и гадать, купили ли вы исправно или нет, лучше закажите сразу несколько штук. Обращаю ваше внимание, что на данном программаторе есть джампер, так называемый. По-нашему это перемычка. Сейчас я постараюсь сделать, чтобы было получше видно. Даже не знаю, как поступить. Вот, наверное, да. Для того, чтобы нам работать с модулем Аркадия, нужно перемычку поставить в правое положение, то есть замкнуть два правых, центральный и правый, вот этот вот контакт. В таком случае будет подаваться с программатора на модуль 5 вольт. Левая же будет, если левый контакт замкнуть с серединой, будет подаваться 3 вольта. Это нужно для программирования электронных модулей Candy, MDL и Inventis. Собираем. Подключаем адаптер к программатору. Далее подключаем это к электронному модулю. Подключаем к разъему, который идет на электронный модуль, модуль индикации. Как видите, никаких зазоров, все четко. Далее всю эту конструкцию соединяем с компьютером. Используется кабель mini USB. Его можно купить, если у вас до сих пор его нет, в любом компьютерном магазине, например, DNS. Стоит тоже порядка 100 рублей. Все, соединение произошло. Загорелся красный ягонек, который нам сигнализирует, что питание с компьютера поступило на программатор. Далее с программатора питание идет на модуль 5 вольт, как я уже говорил. При таком подключении, разумеется, ни в коем случае нельзя подключать сам электронный модуль в электросеть 220 вольт. Далее нам надо настроить саму программу. Проверить настройки и настроить программу, если есть такая необходимость. Я в последний раз в программе программировал электронный модуль Аркадия. О, нет, извиняюсь, Канди. Поэтому мне надо здесь произвести кое-какие настройки. Открываем настройки, выбираем Аркадия модуль, а также в основных настройках выбираем, во вкладке основные выбираем USB Lensprog. То есть вот он, FT232 найдено. Все, нажимаем ОК, подтверждаем наш выбор. Теперь у нас готова как часть железа, так и часть программного обеспечения. Нажимаем кнопочку «Читать прошивку» и, пожалуйста, пошел процесс чтения. Это мы можем видеть. Пока идет процесс чтения, расскажу историю этого модуля. Этот модуль мне принес на днях мастер. С жалобами, что стиральная машина останавливается в процессе стирки, останавливает свою работу, начинает моргать синими индикаторами. Мастер не может объяснить, когда именно, в какой момент останавливается стирка, и машинка стиральная уходит в ошибку. А также он не может объяснить, какие именно индикаторы начинают моргать. Как он заявляет, он проверил все внешние компоненты у стиральной машины, говорит, что все прекрасно. Поэтому им было принято решение извлечь электронику из стиральной машины и доставить ее ко мне с целью тестирования и, возможно, дальнейшего ремонта. Итак, чтение произошло. Мы видим, что буфер B у нас заполнился некоторыми данными. Это как раз читанная прошивка. Для того, чтобы понять, что у нас там, и посмотреть статистику, нажимаем, соответственно, кнопку статистика. Что мы здесь видим? Версия процессора, самого процессора 25.13. Это Аркадия 3. Серийный номер здесь обозначен, обозначен серийный номер стиральной машины. Такой-то, такой-то. Также код самой прошивки конфигурации под модель. Ниже модель стиральной машины. Дальше мы видим, что контрольная сумма прошивки исправна. Это очень хорошо, значит, скорее всего, прошивка исправна. И ниже мы видим статистику возникавших ошибок. Да, они есть. Ошибки были, возникали. Видим, что восьмая ошибка с субкодом 0.1 возникала 24 раза. Я, конечно, знаю наизусть, что такое восьмая ошибка с субкодом 0.1, но у нас цель сейчас проверить, протестировать программу. Поэтому мы воспользуемся встроенной системой помощи. Нажимаем клавишу F1. Открывается, соответственно, окно, в котором мы видим расшифровку кодов ошибок для электронных модулей Аркадия. Обращаю ваше внимание, что все надписи в данном случае имеются здесь на английском языке. Это потому, что у нас смотрят также и пользуются нашей программой очень много иностранных коллег. Все-таки английский язык, он немножко проще, чем русский. Поэтому сейчас мы видим английские буквы. Вы можете, естественно, зайти в настройки программы SkyCore Programmer и выставить русский язык в любой момент. Все будет тогда на русском языке. Ищем нужную нам ошибку. Вот она, F08. Тут всего один вариант по субкоду 0.1. Не буду сейчас дословно переводить, что здесь написано. Я просто скажу, что это означает, что ТЭН имеет утечку на корпус, нагревательный элемент. Это 99% неисправность в ТЭНе. Почему самая машина уходит в ошибку не сразу? Потому что ТЭН это только на начальной стадии, как бы, и проявляется эта утечка не сразу. Она проявляется уже после некоторой работы и в ошибку уже конкретно машинка стиранена уходит. В таком случае после основной стирки на первом полоскании, когда начинается отжим. Тоже не буду вникаться в подробности, почему так, но однако это так. Итак, все понятно, да? У нас, скорее всего, сам электронный модуль исправен. Неисправность находится у нас в нагревательном элементе в ТЭНе. Мастеру мы, конечно, об этом скажем. С рекомендациями, такими, заменить ТЭН, мы ему отдадим электронный модуль. Так, все, закрываем окно помощи. Теперь нам надо прошить электронный модуль. Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы обнулить статистику ошибок, чтобы ее больше здесь не было. Чтобы после этого мы, если нам, не дай бог, опять принесут, не дай бог, принесут опять когда-нибудь этот модуль, мы уже отталкивались как бы с чистого листа. Ну и также просто для практики посмотреть, показать, что такое прошивка в Аркадии 3 модуля. Для того, чтобы найти прошивку, нам надо навести курсор на код прошивки и кликнуть по нему. Откроется новое окно. Это база данных. Как мы видим, тут нашлась одна прошивочка. Как раз она наша. Дважды щелкаем по этой прошивке. В буфер А поместилась эта прошивка из базы данных. Проверяем. Нажимаем статистику. Так и есть. Такой же код. Такая же модель. Контрольная сумма, понятно, все сходится. Это новая прошивка. Но, так как прошивка нового серийного номера у нас тут состоит из нулей, нам бы хотелось переделать этот номер и сделать реальный номер. Тот, который имеет стиральную машину, с которого сняли электронный модуль. Для этого мы возвращаемся в окно буфера B. Статистика. Нажимаем на надпись серийного номера. Копируем. Копируем, да? Копируем серийный номер. Буфер А. Это новая прошивка. Нажимаем сюда. Выделяем и вставляем. Посмотрите. Все. Теперь подтверждаем изменения. Таким образом, новая прошивка у нас уже имеет серийный номер. Именно тот, который нам нужен. Все готово теперь для записи новой прошивки в наш электронный модуль. Нажимаем запись. Подтверждаем, что да, мы уверены в этом. И пошла запись. Пожалуйста. Последующая потом будет верификация, то есть проверка записи. Пока идет процесс записи. Хотел бы я обратить ваше внимание на, еще раз, на вот эту штуку. Прежде всего. Если вы будете заказывать сами с Алиэкспресс, еще раз напоминаю, что лучше заказывайте несколько штук и у разных продавцов. У нас очень много поступает вопросов по поводу использованной программы. Особенно те, кто первый раз использует ее, либо загружает демонстрационную версию с жалобой на то, что электронный модуль не читается. То есть программа не читает электронный модуль, прошивку с электронного модуля. И возвращает ошибку E01. Это самая популярная ошибка. Она означает, расшифровывается так, что несмотря на многочисленные запросы, которые программа посылает в электронный модуль, ответа никакого не получено. Учитывая то, что между самой программой и электронным модулем очень много компонентов-посредников, эта ошибка может означать очень многое, иметь причины разные. Это может быть как неисправно самого модуля, например, если он имеет F12 ошибку, этот модуль, либо он имеет проблемы с питанием, короткое замыкание по питанию, либо может быть забита шина передачи данных неисправно. Это может быть так же, то тогда будет такая ошибка. Это может быть так же банально, неправильно, если вы делаете самостоятельно, то вы ошиблись с подключением, то есть от электронного модуля до программатора. Вы могли просто ошибиться с подключением, либо может быть нет какого-то, один проводок не имеет контакта. Я сам попадался лично на это не один раз. Вот, и так же это может быть неисправный программатор, который, например, вы купили на Алиэкспресс и пришел неисправный программатор. Вот, может быть неисправен вот этот вот USB кабель. Далее, может быть, это неисправность драйвера, который вы используете для FT232RL. Можно попробовать в этом случае различные драйвера, как, например, самый новый, так и наоборот, например, какой-нибудь более старый, может быть даже древний какой-то программатор, драйвер использовать. Тоже как вариант, бывает такое. Ну и в конце концов, можно попробовать все это дело произвести на другом компьютере. То есть, что нужно сделать? Нужно попробовать как можно больше модулей, проверить еще раз, перепроверить соединение, попробовать другой программатор на FT232RL, другой кабель USB, другой драйвер и другой компьютер. На другом компьютере это уже крайний вариант использования этой программы. Итак, мы видим, что запись у нас произошла. Запись потом проверка. Написано здесь об этом, что запись произведена ОК. Отсоединяем. Теперь мы проверим. Давайте, я так думаю, что хотя бы на включение электронного модуля мы его попробуем сейчас лохнуть в сеть. Так, для этого нам нужен кабель 220 вольт. Вот он. Минуточку. Так, и подсоединить модуль индикации. Так, все там видно, да? Так. Включаем в розеточку. Смотрим. Пожалуйста. После перепрошивки все заработало. Сейчас, если мы воспользуемся опять чтением программы этого модуля заново, то статистика по возникавшим ошибкам, она уже будет нулевой. Ошибок уже больше не будет. Все, отдаем электронный модуль мастеру. На всякий случай я, конечно, поменяю реле ТЭНа, чтобы исключить этот момент. На всякий случай. Но я на 99,9% уверен, что проблема именно в ТЭНе, в нагревательном элементе. После его замены стиральная машина будет работать нормально, успешно. Спасибо, коллеги, за внимание. На этом наше видео заканчивается. Пожалуйста, заходите на мой сайт skyproc.net. Посмотрите, все почитайте внимательно, заказывайте, делайте заказы. Уверен, программное обеспечение, а также все вот эти вот программаторы, все это вам понравится, это все очень удобно, это все приемлемо вполне по цене. Не нужно покупать ключ за 12-14 тысяч, плюс еще и, опять же, нужно программное обеспечение покупать. Поэтому, милости просим. До свидания, коллеги.